В этом случае мысли такие, клиентов нет. А Бренис говорит, еще нету клиентов, правда нету? Это значит, любого я приведу, это будет мой клиент. Тот же факт. Абсолютно тот же. Другой подход. Так? Каждый в этой комнате. Я думаю, что каждый должен сейчас утвердительно головой качать. Начните вот сейчас просто сидите головой. Да, это правда. Не каждый может быть продавцом, правда? Те, кто приходят на работу и сразу говорят, уху, чертово утро. Они не будут хорошими продавцами, если они не имеют своего отношения. Так? И если что-то происходит не так, как хотелось бы, это тот момент, в котором нормальные люди должны воодушевляться. Потому что мы знаем, что жизнь это ряд проблем, но ряд проблем с их решениями. То есть, жизнь-то у нас у всех одинаковая. Но пессимист посмотрит на жизнь как на ряд проблем. Так? И в этом случае он убедится, что да, жизнь это ряд проблем, одна за другой, из одной вылез, в другую вляпался. Но при этом существует секрет. Любая проблема внутри себя же носит решение. И если мы продолжаем смотреть и искать. И как продавцы, это ваш секрет, это то, что вы сами лично должны делать. Даже на самом деле, как бы, хороший опытный продавец при виде проблемы начинает воодушевляться. Здорово! Ещё один шанс найти решение. И это то, с чем вы должны жить каждый день. Решения приходят? Решение приходит всегда. Раньше или позже, но мы его находим. Мир достаточно доказательств, что мир плох. Если ты пессимист, тебе Вселенная докажет, что ты прав. И в этом случае люди, получив вот это вот оправдание, сдаются, но достаточно доказательств на свете, которые докажут тебе, что не всё так плохо, и что много чего хорошего, для того, чтобы ты мог быть оптимистом. Но только в том случае, если мы смотрим в этом направлении. Если мы остаемся оптимистами, мы как бы видим то, что пессимист не видит. И то, за что нам платят клиенты, это за то, что мы остаемся оптимистами. Вот почему они хотят нас. То есть, когда клиент приходит, вот он пришёл со своей проблемой, здравствуйте, а все ему подряд говорят, это сделать нельзя, это невозможно, это уже слишком поздно, или слишком старой, или вообще, забудьте об этом. Но приходите вы, и вы говорите, ладно, рассказывайте, что у вас произошло, давайте посмотрим на это вместе. Я думаю, можно найти решение. И даже если вы, может быть, и не найдёте в конце решение, но хотя бы ваш подход как таковой, тот факт, что вы просто такой уже готовы платить. Потому что именно ваш подход уже стоит денег. Потому что эти люди пришли к вам, ожидая, что есть решение. Почему мы говорим о том, что успешность... ... это нигде иначе, как на праве. Потому что мы прекрасно знаем, что в жизни, вот просто так, без нашей какой-то работы, успех на нас с неба не свадьбует. Минимум, что мы должны делать, мы должны запланировать ситуацию, где мы можем получить за все. Чемпионы-продавцы минимум 2-3 месяца впереди, вот по планам. То есть мы всегда приносим новых клиентов. Мы даём всё больше презентаций. И мы планируем того клиента, с которым мы ещё не общались, не знаем, но мы как бы вот забрасываем свои мысли далеко вперёд, как мы сможем получить вот этого клиента. Для того, чтобы это всё можно было делать, нам нужно, во-первых, знать свой продукт. И мы должны знать всех возможных клиентов. Мы должны знать, какая наша компания, как она работает. У чемпиона чётко расписанный план, как находить клиентов. Как к ним добраться, как получить их внимание. И не в свой офис приглашать, а самому идти. Туда, где они занимаются своим бизнесом. Как назначить встречу. Затем, как дать презентацию, план, как мы это делаем. Следующий, как закрыть продажу. Потому что никогда закрытие не будет таким же, как предыдущее. И плюс у настоящего чемпиона всегда вдалеке стоит какая-то цель, которая как бы тянет их за собой. Причём цель надо ставить какую-то для нас воодушевляющую. То есть какой-то вызов самого себе бросить. Цель на год. Затем мы распишем её по месяцам. Затем по неделям. Затем мы поставим для себя ничто иное, как задачу следующего дня. Каждый день нужно что-то, что нас продвигает вперёд. Успех планируется. Вот как несчастный случай, но на нас он... Как случайность. Он на нас не свалит. Не случается просто так. Следующее прорабатывание плана, осуществление плана как такового. Ключ к работе продавца. Ключ к работе. Знаете, то, что нас мотивирует. Что это такое, что заставит нас с утра вылезти из-под одеяла, одеваться и идти работать. Для некоторых это деньги, но деньги как таковые, вот просто так, деньги, они не являются мотивацией. Деньги — это хорошо, понятно, но это не завершённая картина. То есть, на самом деле, деньги — это как таковое, ну что деньги. Вот мы смотрим уже на то, что нам деньги могут дать, вот это уже другой момент. То есть, что нас мотивирует за деньгами? Для кого-то деньги дают свободу, и как продавец ты ею обладаешь. Ты свободен. В компаниях обычно продавцы — это самые свободные люди. Чем больше ты веришь, что ты самомотивированный, тем больше тебе свободы отдадут. Делай, что хочешь. Чем больше успеха мы приносим в компании, тем больше к нам прислушиваются. Поэтому, будучи продавцом и делая хорошие закрытия, мы получаем очень много. И затем я попрошу у вас сделать ещё одну вещь. Решите, как вы себя награждаете. Я обязательно понимаю, то есть, то, что мы сейчас обговорили, то, что ты получаешь через продажи, это уже саму по себе награждающий момент. Но я хочу, чтобы вы выбрали что-то, которое вы сделаете, если вы получаете этот месяц, который достигнутся в апреле. Пойду и куплю, если вот к концу месяца у меня то-то будет осуществлено. Назначи для себя награду, какую-то свою личную, если вы осуществляете цель на апрель, например. Выберите что-то, что вам очень хочется сделать. Награждайте сами себя. Кроме вас, никто не знает, как этот процесс осуществлять. И мы вернёмся к этому ровно. Через 10 минут. Спасибо. Так, я хотела бы сказать ещё несколько слов о мотивации. Кто может говорить о себе как о очень хорошем, самомотивированном человеке? Кто знает себя как самомотивированного человека? Окей, sometimes. Вот тут было всё-таки по настроению или всё-таки всегда? Александр, признавайся, что вас мотивирует, какие моменты? Ну, на что? That's a good question. Good, excellent, excellent. What motivates you to make sales? Что мотивирует вас делать продажи? Получай за это деньги. Yes. Мотивация ради денег в нормальный момент? Кто принимает этот факт? It's all right? Good. Что ещё нас мотивирует? Что ещё, кроме денег, вас мотивирует? Само-выражение. Yes. Self-realization. Азар, самовыражение. Yeah, yeah, absolutely. Say that again. Произведение это по-русски ещё раз. Самовыражение. Самовыражение. Very, very important. Очень важный момент. Я думаю, вы прекрасно знаете вот этот процесс, когда мы реализуем себя как личность за всеми нашими талантами. And there's nothing more exciting than picking your own goal. Ничего нет более воодушевляющего, чем выбор своей собственной цели. Planning your own way to get there. Планировать свой собственный путь на получение, на достижение. And then actually doing it. А затем шаг за шагом делать. That's the most exciting things in life. Это наиболее волнующие части нашей жизни. And sales people get to do that every day. А продавцам это нужно делать каждый день. But you get to be out there, out front. You're the tip of the company. Like an arrow. Но у продавцов есть совершенно исключительное положение в компании. Here is the world. Вот это мир как таковой вокруг нас. And you, here is the company, которая идет. And you're right here. И вы увидите, что продавец стоит на кончике стрелы. You lead it forward. Потому что именно продавец поведет за собой компанию. You choose who the clients are. Мы выбираем, кто наши клиенты. Мы, может быть, помогаем, как директора, нашим продавцам что-то помочь, объяснить, как это делается. Но они это те люди, которые это сделают. То есть это те конкретные люди, которые сделку осуществят. Right. So you have to help them stay motivated. Поэтому нам нужно помогать, вот если мы работаем в команде, помогать всем нашим продавцам оставаться мотивированными. Первый момент знать цифры. Что под этим подразумевается? Что под этим подразумевается? Давайте со Светланой. Светлана, давайте посмотрим на ситуацию продажи, хорошей продажи. Для вас хорошая продажа в долларах. Какая будет цифра? Рядовать. Давайте возьмем средний, не больше, не меньше, вот какой-то средний вариант продажи. 100,000 долларов в месяц. Okay. 100,000 в месяц. That's... Okay, now... You want to keep one... Now, that's a month. Это месяц. What's the average size of one sale? Одна продажа, вот человек, контракта как такового, рядовая цена одного контракта. Контракта? Или продажи. Вот любой продажи. Рядовые продажи 500 долларов. 500 долларов. 500 долларов. Okay, now... How many people do you have to contact to sell one? Вы сейчас с твои посмотрите на свою статистику, то, что делает Кёрк, делайте сами для себя. Сколько раз надо будет контактировать со сколькими людьми для того, чтобы один у нас купил на 500? Ну, контактировать, например, с тремя. Like three. Three. Трое покупателей, и один купит на 500. Okay? Now, that's three people you actually talk to. Well, let me say it this way. People walk by. Люди проходят постоянно туда-сюда ходят. But every once in a while you get one to talk to, and when you do, you sell one out of three. И если все-таки как бы забредают, заходят, то мы продаем одного из трех, так? Right. So, how many walk by before you get one to talk to? Сколько мимо пройдет до того, как один зайдет, и с одним мы поговорим? 20. 20. Из 20 проходящих мимо, один зайдет. And you sell, then you talk to one, it takes 60 people walking by. Здесь трех, нам надо 60, прошедших мимо. Okay. 60 people, and you get to talk to one. 60 people will sell one. То есть, из 60, вот прошедших мимо нас, один купит на 500 долларов. So, what is 60 into 500? Yes, I don't know. Okay, I'm getting my calculator out. Сейчас, статистику. 500 долларов поделить на 60 просто проходящих мимо людей. То есть, ты когда видишь, что просто кто-то прошел, взгляд, ну, прошел мимо, стоит 8 долларов 33 цента. Каждый проходящий человек. Неважно, зашел он, поговорили вы с ним или нет. Нет, прошел, 8 долларов прошел, да? All right. So, is it worth it for you to be there? Стоит это того, что мы там находимся? Стоит это равно. Yes. Now, this is one example. Это как один пример. When I give a seminar for personal client. Я лично даю семинары в компаниях. То есть, вот я предложу, что... Джонсону и Джонсону там даем. То есть, он сам продает компании семинар, приходит и дает большому количеству компаний. От двух до пяти тысяч я делаю за семинар. Now, to get that, I gotta make about three presentations. Для того, чтобы одну компанию закрыть, мне придется три раза встретиться и дать презентацию. And to get these three presentations... Absolutely two. Well, I'll say three right now. Это он себя... Так, это... I'm getting better. На самом деле... Да, принижает. Он двух закроет. Ну, хорошо. Ну, будет три. Может, и с одной. But in order to get these three... Пусть будет три. Три презентации для того, чтобы... Одна закрыта. Но мне нужно будет переговорить с пятью людьми, для того, чтобы из пяти с одним назначить конкретную встречу лицом к лицу. Right. So, and then in order to actually get in touch with these people, I got a call ten times before I can actually get the right person. И мне нужно будет для того, чтобы с этими пятью переговорить, мне надо будет десять раз набрать, для того, чтобы я попал к тому нужному человеку, чтобы там было не занято и ничего, а вот позвонил и оказался на проводе с этим человеком. I got to make essentially a hundred and fifty calls in order to make one. Отсюда вы видите, что мне нужно сделать 150 звонков для того... То есть это надо 150 раз трубку поднять, для того, чтобы заработать две с половиной тысячи долларов. Тем не менее... After that one hundred and fifty times... То есть понятно, тут три на пять на десять помножим, да? I made two hundred and fifty, two thousand and five hundred. So every time I pick up the phone... Если мы делим две пятьсот на сто пятьдесят... It's worth sixteen dollars and sixty-seven cents. Каждое поднятие трубки для меня стоит шестнадцать долларов шестьдесят семь центов. Every time I pick up the phone... Просто трубку поднял. Не значит, что там прозвонился, поднял трубку шестнадцать долларов. Right. Thank you. I've just made sixteen dollars. Вы один из тех, кто у меня там по статистике скажет нет, следующий скажет да. Now I'm asking each of you, figure out your statistics. Я, пожалуйста, вот рассчитайте свою статистику, разберитесь, сколько у вас надо... Там сколько, кто раз позвонит, двести раз позвонит, чтобы один раз закрыть сделку. So that every person that comes in the store, you know that they're worth a certain amount of money. Поэтому Светлана будет на каждого проходящего пальчик загибать и считать, сколько она уже заработала. And for you, what is it that you make every time you pick up the phone? И вы каждый рассчитайте, потому что почему это делается? Нам так иногда не хочется поднимать трубку, начинать набирать, опять не откажет, да? This is important to keep you motivated. Рассчитайте эти цифры, они поддерживают ваш внутренний интерес, внутреннюю мотивацию. It's okay. If you pick up the phone and you know every time you do, you get another sixteen dollars. Неплохо знать, что каждый раз поднимая трубку, ты зарабатываешь шестнадцать долларов. It's okay when people walk in, even if they're rude, you still made another eight dollars. Даже если человек прошел мимо, мы заработали наши восемь долларов. All right. So, this... I'm talking about staying motivated. Я все это время говорю о том, чтобы оставаться мотивированным. Staying motivated. Оставаться мотивированным. Knowing the value of every piece of work that you do. That keeps you motivated. И знать ценность любого рутинного, зачастую, шага, который нам приходится осуществлять. Good. So, that's enough on that for the moment. All right. Next area. Finding. How do you find them? Как вы находите клиентов? The champion continually finds new clients all the time. Мы говорим о том, что чемпион постоянно находит себе новых клиентов. How do you find your clients, Светлана? Светлана, как вы находите своих клиентов? They are finding me. Right. Okay, that's good. Хороший вариант. You put up a storefront? Now, what I'm asking you to do, Светлана, is start thinking about not just waiting for them to find you, but you go out and find them. О чем говорит Керк? Не о том, что мы остаемся внутри, а мы идем наружу и ищем кого-то сами. Okay. One, two, three, four. Now, we need sales clerks. Во-первых, существует та категория клерков, ну, нас так не называют, но понятно, что под этим подразумевается. Это те люди, которые просто принимают заказы. But they're not the only kind of sales people we need. Они нам нужны в бизнесе, но это как бы одна только из ступеней того, кто нам нужен. There are actually four more levels, or three more levels. Потому что существует над ними еще три уровня продаж. Okay. First, after sales clerks, there are what we call reactive sales people. Затем существует реактивный тип продавцов. Следующий проактивный тип. А затем уровень чемпиона. Now, I want to make clear how this works, because every business can have each of these levels, no matter what the business. Я хочу, чтобы вы сейчас четко посмотрели на эту схему и посмотрели на свой собственный бизнес, потому что она в любой структуре срабатывает. But you don't get them automatically. И здесь заключается в том, что хорошо бы, чтобы все четыре было, но автоматически они просто так не складываются. Их надо нарабатывать. Первый уровень, вот уровень продавцов на месте, принятие заказов как таковое, вы увидите, что звонить и приходить клиенты будут внутрь. То есть, если взять магазин, то вот, как бы, вариант, люди приходят уже сами внутрь. Это очень важно, чтобы этот человек был там, на месте. Идея заключается в том, что работа этого человека, во-первых, не испугать вошедшего или позвонившего товарища. Вы знаете, что это происходит? Я думаю, вы это видите очень хорошо. Вы идете в много магазинах сегодня, и вы получаете людей, которые, вы думаете, пытаются тебя спорить. Кью-йорк вообще не понимает, как можно в обычные магазины ходить за продуктами, потому что он тут же оттуда пулей вылетает, говорит, ужас какой. Это называется, либо личные контакты там завозить, либо по-другому невозможно. Что я на самом деле говорю, говорю, знаете что, поздравляю, вы только что клиента потеряли. И ухожили. Они ему говорят, ну и хорошо. Нет, они причем так стоят и смотрят. На самом деле, вот в таких магазинах это бесполезно, потому что они не понимают, что как входящий в двери клиент оплачивает их зарплату. В наших магазинах обычных клиент воспринимается как помеха, который пришел и отвлек. Но работа этого человека может быть приносить удовлетворение, если человек понимает, что он на самом деле помогает людям разобраться, что им нужно, и сделать для них что-то. Вот это работа на этом уровне. То есть это должны быть продавцы с большой буквы, им просто нравится свое дело. Это те люди, которые рады решать проблемы.